Внутренняя повестка ключевая в послании Владимира Путина Федеральному собранию, а словосочетание «семья» и «дети» вообще стало сквозным. В России очевидный спад пандемии, но локдаун серьезно ударил по благосостоянию граждан, поэтому поддержку от государства ждали, а начиталась. Очередные прямые выплаты официально называются «для подготовки к новому учебному году» и рассчитаны на всех школьников, но фактически их смысл Владимир Путин, в общем-то, и не скрывал. Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан, но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Финансово федеральная власть поддержит и неполные семьи с одним родителем. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет выплатят в среднем 5,5 тысяч рублей. По многочисленным просьбам в сфере образования Владимир Путин восстановил справедливость. Теперь за классное руководство или кураторство доплату в 5 тысяч будут получать и преподаватели профтехучилищ и колледжей. На ремонт педагогических вузов власти потратят 10 миллиардов. К самой же учебной программе у президента возникли вопросы. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. То пишет, то пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Удивительно. Все что угодно там написано. И о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно. А кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Ярко выраженная социальная направленность озвученных инициатив президентов очередной раз подтверждает, что главной задачей для всех остается обеспечение необходимых условий для роста качества жизни и благосостояния людей, дальнейшего эффективного развития регионов. Предложенные президентом России решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными. Нацелены на усиление прямой адресной поддержки граждан. В первую очередь семей с детьми и неполных семей творческой молодежи. Такие слова губернатора Рязанской области Николая Любимова приводит официальный сайт регионального правительства. А депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал озвученные первым лицом государства меры поддержки абсолютно конкретными. Борьба с бедностью, это очень важное условие, приобретает очень адресный характер. Вот мы поддерживали, создавали систему поддержки, в первую очередь семей с детьми. Семьи с детьми, ну вот давайте вспомним поддержку, до трех лет, от трех до семи лет. Сейчас эти меры поддержки дополняются уже свыше семи лет, если семья нуждается. В Рязанской библиотеке имени Горького на совместный просмотр послания президента пришли представители региональной общественной палаты и гражданские активисты. Каждый в тезисах Владимира Путина нашел свой смысл. Мы видим четкие посылы, направленные на решение демографической ситуации, жесткие требования по экологии. Я не могу об этом не сказать. И задачи конкретные, несмотря на сложную ситуацию, выполнение, безусловное выполнение всех национальных целей и приоритетов, сохранение этих целей и конкретизация их, серьезная помощь семьям с детьми, для нас, женщин, членов женских организаций, это очень важные меры. Социальная сфера здравоохранения – это учебники. Вы знаете, у меня вот зацепило слово учебники, то, что нужно их пересмотреть. Воспитать молодежь в том ключе, как воспитывались мы, и уважение к старшему поколению, вы знаете, вот прям зацепило. Внутренний туризм – еще одна тема, на которой Владимир Путин остановился отдельно. Новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» придаст новое дыхание развитию курортов, малых городов и здравниц России. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».